Привет! Меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей. То есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях крафтовый рислинг, который не очень рислинг по своим вкусовым ощущениям, но весьма соответствует теплому октябрю 2020 года. Даже два кусочка льда в бокале. Он, как водится, гость вспомогательный, потому что нет ничего лучше, чем хорошая бутылочка вина и хорошая книга. А основной гость, конечно же, прекрасная Джилл Конрад, практикующий эксперт по комплексным стратегиям продаж и ее книга «Гибкие продажи. Как продавать в эпоху перемен». Написана была книга в 2014, издана на русском в 2019 и сразу нужно отметить, что это не основной труд Джилл, не самая ее популярная книга. Мировую известность ей принесла книга «Продажи большим компаниям». Если вдруг вы захотите, чтобы мы в «Читай быстро» сделали обзор этой книги, то дайте нам знать каким-нибудь удобным для вас способом. Например, опустившись вниз под видео, подписавшись на канал, нажав на колокольчик или написав комментарий в стиле «Обозрите продажи большим компаниям». Прямо вот под этим видео. Вся книга «Гибкие продажи» в двух предложениях. Значит, первое – учиться, учиться и еще раз учиться, как завещали працы, а потом заменить продажи выстраиванием отношений, авторитетом и рациональным подходом. Давайте попробуем быстро в течение 600 секунд разобраться в 10 фактах и 3 основных задачах из книги. Мир бизнеса стремительно меняется, поэтому стратегии быстрого обучения – это то, что вам придется внедрять у себя в бизнесе или то, с чем вам придется столкнуться, если вы наемный работник. Скорость вашей адаптации, адаптации компании в целом – это одно из самых важных конкурентных преимуществ. И для того, чтобы успеть за всеми теми обновлениями, которые в мире происходят, за инновациями, которые вас преследуют, вам необходимо, как самому обычному человеку, усваивать много различной информации в сжатые сроки. Для этого вы должны уметь ее быстро, эту информацию поглощать, усваивать и, как следствие, быстро обучаться. Все чаще эксперты нам говорят о том, что мы попали во времена какого-то перманентного обучения, когда школа и университет – это всего лишь начало. Поэтому, чтобы оставаться в теме, в которой вы хотите стать экспертом, чтобы быть этим экспертом, чтобы оставаться на рынке, вы должны непрерывно актуализировать те знания, которые делают вас таким экспертом. И вот в этом быстром усвоении новой информации вам, по мнению Джилл, поможет подход, в котором любые новые знания вы раскладываете на этапы. Этап первый – вы структурируете ту информацию, которую получаете, дальше соблюдаете последовательность, потом выстраиваете связи, вот те самые причины следственные, потом избавляетесь от лишних деталей, вам нужно практическое применение полученной информации, вы ее практически применяете и дальше расстанавливаете приоритеты. То есть, насколько она важна для вас на текущем этапе, много ли вы времени уделяете этим новым знаниям, внедряете ли вы их в повседневную жизнь. Получается, что вот как раз практическое применение новых знаний – это краеугольный камень в трансформации просто обычной информации, окружающей вас белого шума, в действие. Вы, надеюсь, помните, зачем мы вообще придумали в «Читай быстро» букнот и почему просим вас из каждой книги выписывать не только факты, но и задачи. Это как раз вот та история, которая отвечает за практическое применение ваших новых знаний. При этом гибкость заключается в вашем отношении к окружающей действительности и переоценке проблем. В этом заключается второй факт из книги. Любой продажник или специалист, менеджер с гибким мышлением, он обязательно достигнет успеха в продажах. Никто не застрахован от неудачи, поэтому писательница предлагает изменять ваше отношение к проблемам и расценивать их не как препятствия, а как новые интересные задачи, которые требуют нестандартных решений. Такая себе веселая квест-игра, в которой вы проходите все новые уровни и открываете ачивки. Но тут интересный казус. Джилл говорит о гибком мышлении, как о вашей способности учиться реагировать на изменения, которые вас окружают. Но если вы найдете в себе силы и послушаете обзор книги «Физика Леонарда Млодинова. Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен», то поймете, что волшебство гибкого мышления, о котором тут вскользь упомянуто, оно гораздо глубже, чем участие в возможной переоценке проблем. Ссылка на обзор книги Млодинова, конечно же, уже дожидается вас в описании под этим видео. А мы тем временем про расстановку приоритетов чуть-чуть поговорим. Очевидно, что в сутках все так же 24 часа, в неделю все так же 7 дней. Поэтому изучить все и сразу практически невозможно. И тут миссис очевидность выходит на арену и говорит, начинайте сначала и начинайте с главного. Определяйте приоритетность только тогда, когда вы знаете общую картину. Потом получаете сведения о продукте, его преимуществах, потенциальном покупателе. Это все можно получить у руководителя или у сослуживцев. И после выяснения этих основных моментов станет ясно, чем работать в первую очередь. Я считаю, что эта инструкция, которую она дает по расстановке приоритетов для продавцов, как вам погружаться в тему, в которой вы хотите продавать больше, она сейчас актуальна вообще для любого специалиста внутри компании. Маркетолог вы, технарь, отвечаете просто за какую-то часть продукта или за процесс внутри, или вообще вы HR-чик. Но пока вы не знаете ваш продукт, преимущества, потенциальные покупатели, для кого вы это делаете, какие там боли вы решаете и все остальное, вы не сможете нормально оценивать то, что вы делаете и, собственно, свою компанию. Ну, как бы ничего нового. Чем лучше вы знаете продукт, чем лучше вы понимаете для кого и зачем он создан, тем лучше вы сможете его продавать, тем ближе он вам будет, если вы не занимаетесь продажами, тем больше вы в него будете верить, но при этом помните, что, если вы продажник, помните, что не так-то все просто. Четвертый факт из книги, людьми движут привычки. Ну, да, в большинстве случаев покупатель не доверяет продавцу. И если импульсная покупка не состоялась, то чего бы хотел любой продавец, когда только покупатель видит потенциальную услугу или товар, и тут же принимает решение о покупке, то вот если она не состоялась, будьте готовы к тому, что для переубеждения вам понадобятся какие-то рациональные обоснования. Потому что ваше предложение, оно имеет ценность только в том случае, если продукт решает проблему клиента. Это в том случае, если мы перешли от эмоционального состояния к рациональной продаже. Акцентируйте внимание на результате от применения товара. Потому что, еще раз, если эмоциональный период пройден, решение о покупке не принято, то какие-то красочные описания преимуществ и общие фразы про то, что вы самые лучшие, абсолютно точно измените жизнь этого человека, этим разбалованного потребителя уже не удивить. И на этапе рациональных доводов не просто нельзя огубительно опираться на эмоции, потому что вы в рациональном этапе единственное, что должны делать, это искать повод для перемен в жизни клиента. Это пятый факт, повод для перемен. Главная причина, по которой клиент покупает ваш товар или услугу, она должна быть ему понятно сформулирована. И в тот момент, когда вы сами этого еще не понимаете, вам самое время изучить информацию о вашем продукте, отсеять рекламу, выбрать главное. И скорее всего, рациональная выгода от покупки вашего товара или услуги, она будет заключаться в том, что жизнь покупателя изменится. Вот тот самый повод для перемен появится, он решит какую-то проблему, закроет боль, станет более счастливым. Но для этого ему понадобится перейти из своего текущего состояния, где вроде бы все и так работает, в новое, где будет наверняка лучше с помощью вас, вашего товара, услуги, продукта и всего такого. Но это не факт, потому что это случится в будущем. И в этом и есть самый большой парадокс рациональной продажи. И одна из самых крутых тем этой книги. Вы убеждаете клиента быть счастливым, но вы уже профукали эмоциональный этап, потому что на эмоциональном этапе убедить его быть счастливым гораздо проще. На рациональном этапе ваша основная задача, это убедить клиента сделать шаг навстречу переменам, как источнику счастья. И этот шаг должен базироваться на каких-то рациональных доводах, которые вы сможете собрать, только если хорошо знаете товар и продукт, знаете, как он влияет на жизнь потенциальных клиентов. Для этого все очень просто. Если у вас есть возможность, никоим образом не подменяйте свои собственные ощущения ощущениями целевой вашей аудитории, просто спросите у пользователя. Шестой факт. Достучаться к покупателю очень просто, когда вы знаете, что им движет. И Джилл предлагает вам, не мудрство и лукаво, пойти и спросить у ваших недавних клиентов, которые отметили, что им все понравилось, спросить, а что же там было хорошего в этом товаре, как он изменил их жизнь, как повлиял эмоционально, как закрыл боли, ну и так дальше, дальше, дальше. В общем, правильно поставленные вопросы, они помогут вам узнать, какую пользу покупатель получил в процессе пользования продуктом. Не будем долго на этом факте останавливаться, достаточно простой, понятный. А вот этот седьмой факт обучения за три месяца интересный, потому что в первом слайде мы говорили с вами о том, что учиться теперь нужно будет перманентно. И это была плохая новость. Никто не хочет все время грызть гранит науки. Хорошая новость в том, что все переходит в формат микрообучения. Вот писательница утверждает, что за 90 дней можно овладеть любыми новыми навыками и получить при этом достойный результат, потому что вы первым делом составляете план детальный, и вот этот план вашего обучения, он должен разбиваться на четыре части. Значит, как разбиваются эти 90 дней для того, чтобы получить какой-то новый навык. Первые две недели вы проходите тренинги, изучаете рынки, продукты, анализируете клиенты, компании и так дальше. Следующие две недели, третья, четвертая, вы изучаете опыт коллег, конкурентов, общение с ключевыми клиентами, создаете презентации, выделяете список потенциальных покупателей, выделяете, что вы хотите им донести. Еще один месяц, 30-60 день, это изучаете события, триггеры в компаниях клиентов, что их подталкивает к совершению покупки. Формулируете актуальное предложение и начинаете общаться с клиентами, прозваниваете или встречаетесь и записываете абсолютно все их реакции и делаете отчет по каждому такому контакту. И последний месяц, 61 день, 90-й день, расширяете список потенциальных клиентов, в том числе путем участия в профессиональных ассоциациях. Конечно же, Jill приводит процесс вот этого обучения продавца за три месяца. Но я вам скажу, что если вы поделите на вот такие четыре этапа, две недели погружения, две недели изучения коллег, конкурентов, две недели практика и ой, две недели теория по продукту, две недели теория по конкуренту, месяц практика и месяц масштабирования погружения, вы можете вообще абсолютно любые знания вот по такому паттерну применять и увидите, как круто это работает. При этом, помните, что успех продавца при нынешних обстоятельствах зависит не только от того, как он хорошо знает свой продукт, но в общем, зависит от профессионализма и способности к быстрому обучению. Тот, кто инвестирует в себя, инвестирует в свое обучение, в знания, в опыт и уверенность, обязательно получает вознаграждение. Если вы способны быстро переключаться между задачами, если вы способны обучаться, вы сегодня будете востребованы, как никогда, говорит нам Джил, и я с ней в этом согласен. Потому что опыт продавца и его, ну опыт и его знания, они ценятся покупателям гораздо больше, чем предлагаемый товар, хотя бы потому что товар не особо может еще с ними, с покупателями поговорить. Ну и два последних факта, это такие больше мотивационные, про то, что успеха достигает тот, кто не сдается. Нельзя останавливаться, если вы получаете негативный опыт. Отец розничных продаж, Евгений Чичваркин говорил о том, что если 100 раз вас 99 посылают, то ваш бизнес находится на грани рентабельности и все нормально. Поэтому требуйте от себя большего, выкладывайтесь по максимуму, тестируйте все время новые варианты, но помните, что успех придет не сразу. И для повышения мотивации, говорит Джилл, в тяжелые времена вдохновляйтесь успехом выдающихся спортсменов, предпринимателей и всех остальных. Ну по книгам даже это можно посмотреть, вот те книги, которые пишут действующие бизнесмены и предприниматели, очень не все сразу у них получалось. И десятый факт продажи как эксперимент. Относитесь к этому как к игре, как к какому-то эксперименту, не будьте слишком серьезными, не зацикливайтесь на неудачах и не позволяйте им вгонять вас в депрессию. Потому что гибкое мышление, еще раз про Млодинова напомню вам, ссылка на книгу, которая вас ждет в описании под этим видео, то самое гибкое мышление позволяет находить новые подходы к любому клиенту. И если один какой-то метод не сработал, вы всегда сможете с помощью своего мозга придумать другой метод и собственно достичь этого успеха. Ошибки не минуемы, они вам доставляют дискомфорт, но вы помните, что без них невозможны продажи, потому что ошибки это есть опыт. Чем больше ошибок, тем больше опыта, тем больший стресс на первых порах, но со временем выработается привычка, нагрузка будет падать и тем лучше у вас будет результат. Такие быстрые 10 фактов, чуть-чуть я подзатянул их, но три задачи. Записываем в букнот блокнот для осознанного чтения, больше про него буква.инфо. Суть в том, что это такой красивый блокнот, хороший подарок для любителей нонфикшн литературы, в которой можно записать факты, можно записать разные мысли, которые вам понравились, потом из них сформулировать задачи. Вот мои три задачи после прочтения книги. Значит, первое, минимум один новый навык в квартал или хотя бы полгода. Мне кажется, что сейчас это очень легко. Куча курсов, куча онлайн форматов, куча персональных каких-то коучей. Найти бы когда работать. Сиди и учись только все время. Второе, продавать не продавая, помогать, учить и развлекать. Маркетинг-продаж умер, я давно об этом говорю, ну в смысле не прям, может быть умер, но гораздо менее эффективный, чем был раньше. Поэтому быть другом или просто приятным собеседником, это гораздо лучше и выгоднее с точки зрения продажи, чем быть продавцом. И третья задача, прочитать книгу продажи большим компаниям. Напоминаю, что если вдруг вы захотите обзор этой книги, то вы знаете, что делать. А если забыли, то опускайтесь вниз, жмите на кнопку подписаться, нажмите на колокольчик, ставьте там лайк, дизлайк и обязательно напишите, что да, этот обзор был бы не лишним, потому что на продажах большим компаниям зарабатываются большие деньги. Это был проект читайбыстро буква.инфо на этой неделе. Подписывайтесь на канал, проверяйте скорость чтения буква.инфо слэш рапид, там получите текст на выбор, на выбор системы, прочитайте его, ответите на вопросы и получите сертификат, в котором будет указана ваша скорость и осознанность чтения. Блокнот для осознанности чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, все то, что нас в читайбыстро волнует, включая софт-скиллы, это у нас на блоге. буква.инфо слэш-блог. Есть инстаграм, буква.инфо. Есть даже еще и фейсбука, а больше ничего и нет. Через неделю новый я, новое вино, новая книга, новые вы. Читайте книги, слушайтесь маму. Увидимся. Пока.